В Одинцову открылась уникальная фотовыставка работ греческого фотохудожника Костаса Асимиса. Посетить ее можно ежедневно, включая выходные. Сегодня в передаче про город история Костаса Асимиса и его Святой горе Афон, представленные в фотографиях. В Одинцово знаменитый фотохудожник Костас Асимис привез одну из своих четырех экспозиций, посвященных Греции и Святой горе Афон. Всего около 70 фоторабот. Выставка была доставлена из Самары меценатами и благотворителями при участии фонда известного пианиста Юрия Розума. Выставляться в России Костас начал 8 лет назад. За это время побывал во многих городах, но в Одинцово впервые. Святые места, монашеский быт, отшельники, паломники, монастыри, фотоработы в полной мере передают атмосферу крупнейшего в мире средоточения православного монашества. Афон. Название горы и полуострова на севере Восточной Греции. Официальный статус – автономное монашеское государство Святой горы. Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, находящихся в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. Режим самоуправления основан на положениях первого устава Святой горы, утвержденного печатью императора Иоанна I Цемисхия в 972 году. Независимость Афона гарантируется одной из статей греческой конституции и рядом межгосударственных соглашений. С древности Афонский полуостров был заселен греческими племенами. Его двухкилометровый пик служил маяком, который можно было увидеть за десятки километров. Есть свидетельства о том, что за тысячу лет до Рождества Христова на Афоне существовали небольшие города. Точное время появления монахов на Афоне неизвестно, но принято считать, что в афонских лесах скрывались первые христиане. Три храма в честь Пресвятой Богородицы были построены на Афоне при Константине Великом. Впоследствии они были разрушены Юлианом Отступником. Земной удел Пресвятой Богородицы. Именно так почитается Афон православными всего мира. В Грецию Коста Сосимис приехал в 1984 году, уже имея опыт рекламной съемки. В одном из своих интервью фотохудожник рассказывал, что перенес операцию, и приезд в монашескую обитель был возможностью осмыслить происходящее. Коста Сосимис родился в Ташкенте, в семье греков. После переехал в Югославию, где получил филологическое образование, и всерьез увлекся фотографией. Затем уже в Мюнхене работал в студии моды. Я начинал еще в Германии рекламой моды в студии работал. Потом я в Греции открывал свою студию. Ну а потом уже, когда пошла цифра, начали люди экономить, хитрить, что-то такое. Ну и я переориентировался в другой бизнес сейчас. У меня, слава Богу, другой бизнес, который покрывает все эти мои расходы. Сейчас я просто любитель. Я делаю это. С этих выставок я ничего не имею, просто это благотворительно. Есть у меня старец, там у меня на фотографии изображен, который я ему когда сделал сотую выставку, говорю, знаешь, наверное, хватит. Что там? А он мне говорит, покажи палец. Ну и показывает, спрячься. Я говорю, как? Ну ты же не можешь спрятаться за пальцем. Вот так что. Твоя миссия – людям делать выставки. Я спрашиваю, ты сколько ходят? Ну у меня меньше двух тысяч людей никогда не было. Ну это уже в выставочных залах больших, там вот так. С двух тысяч до пятнадцати. Вот в прошлом году в храме Христа Спасителя прошло пятнадцать тысяч. Сейчас в Калуге десять тысяч людей прошло. И он говорит, пока один человек ходит, ты будешь делать выставки. В свой первый приезд на Афон в восемьдесят четвертом году Костас побывал в Свято-Пантелеймоновом монастыре, официальным представителем которого является сейчас. Тогда же произошло знакомство со старцем Паисием Святогорцем. Так как сейчас уже очень много лет на Афоне, монахи уже от меня не прячутся, они уже привыкли. А начиналось все это еще со старца Паисия Святогорца. Когда я первый раз к нему попал, я даже не знал, кто это и что это. Мы пришли с отцом Корнилием туда, или отец Абраме, не помню, кто это был. Ну смотрю, они заходят там в комнату, что-то шепчется. Я тогда не понимал, что такое, исповедь или еще что-то такое. Ну шепчется, шепчется. Он выходит и мне говорит, а у тебя что? Ну что у меня? У меня все шоколадно, все хорошо. Я не знаю, что там надо рассказывать, что тут говорить. Ну какие-то проблемы. Ну да, есть проблемы, говорю. Знаешь, вот я хожу, меня не разрешают фотографировать. Я говорю, твои проблемы? Ну а какие еще будут? Я же не понимал, что там у меня. Надо ему рассказывать, что у меня проблемы дома, или не дома, или по работе. Выбери монастырь по душе и живи с братьями. Там, Боже, Матерь все управит. Я говорю, а я живу в Пантеле, а на монастыре уже там сижу. Ну и сиди там. Монахи приходили с разных монастырей к нам на праздники, либо просто посещали. Я там все время с фотоаппаратом вот так бегал. И когда я у них появлялся, они говорят, а ты фотограф с Пантелеемона? Нам надо там что-то тоже снять. Ради Бога. И так я начал помогать им, и они мне начали благословлять фотографии. Схимонах Константинопольской Православной Церкви, Паисий Святогорец, духовное светило 20 века. Он родился в Каппадокии в 1924 году и получил имя Арсений. Выучился на плотника, принимал участие в гражданской войне. Был радистом. Монашескую жизнь Арсений в будущем Паисии начал в 1950 году. Старец Паисий говорил о грядущей войне Греции с Турцией, о возвращении Греции к Константинополю. После его блаженной кончины были зафиксированы сотни чудес. 13 января 2015 года Священный Синод Вселенского Патриархата постановил причислить клику святых с химонаха Паисия Агиорита Святогорца. В этом же году Священный Синод Русской Православной Церкви включил преподобного Паисия Святогорца в месяцы слов. Афон такой, какой он есть. Работы Костаса максимально реалистичны. Без модной ретуши и спецэффектов. Иногда художник практикует постановочную съемку. Монахи Костасу доверяют и фотографируются без опаски. Некоторые просто смотрят. Или, например, я крикну, батюшка. И в тот момент я его взял. Вот как там где-то есть, где-то есть одна фотография, которая мне говорит, зачем ты меня фотографируешь? Она лучше съесть виноград. Вот так вот. Я пойму в этом моменте. Существует сказание о том, что в 422 году дочь императора Феодосия Великого, намеревавшаяся войти в монастырь в Атапет, была остановлена голосом, исходившим от иконы Божией Матери. С этого времени существует запрет на посещение Святой горы женщинами. Также запрещены домашние животные женского пола. Исключение составляют куры, несущие яйца и кошки, которые ловят грызунов. С IX века Афон – ведущий монастырский центр Востока. Первоначально монахи соседствовали с мирянами. Но указом императора Василия I в 833 году Афон стал исключительно монашеским местом. Два первых известных нам насельника Святой горы – преподобный Петр Афонский и Ефимий Солунский. Здесь хранится множество святых мощей, чудотворных икон и драгоценных реликвий. Среди них пояс Пресвятой Богородицы, Иверская икона Божией Матери, глава Великомученика Пантелеймона, иконы достойно есть и Богородица Млекопитательница, а также многие другие. Для мужчин правила пребывания на Афоне строгие – запрещена одежда выше колен и плеч, яркие расцветки, а также нельзя купаться, загорать, сквернословить и осуществлять фото- и видеосъемку. У посетителей выставки Костаса Асимиса есть уникальная возможность сравнить современный Афон с тем, каким он был в середине XIX – начале XX века. В 1985 году в Свято-Пантелеймонном монастыре Костас обнаружил заброшенную фотолабораторию, а в ней – дагеротипы, на которых запечатлена жизнь обители позапрошлого столетия. Фотолаборатория на Афоне появилась в 1852 году. Ее основал археолог Петр Севастьянов. На сегодняшний день сохранились около 5000 дагеротипов, заопечатливших жизнь на Святой горе с середины XIX – начала XX столетия. Об этой стране своего творчества Костас рассказывает с упоением. 5000 дагеротипов – богатые наследие, доставшиеся от монахов, никогда живших на Афоне. На выставке представлена лишь малая часть исторических фото, восстановлением которых Костас занимается последние 30 лет. В 1985 мне показали разломанную всю фотолабораторию. Я зашел туда, смотрю стекла. Тогда фотографировали, это начало 1850-й год, фотографировали на стеклах, то есть стеклянные дагеротипы. Я на них обратил внимание, думаю, слушай, это же ценность, это история. А монахи не понимали, топтали их, ромали их, чистили эти кельи. Ну, пришлось мне долго с ними бороться, чтобы создать это все. Царство Небесное Алексий тогда мне сказал, я ему жаловался, это был, можно сказать, первый батюшка, с которым я общался. Он мне говорит, будешь делать выставку. Это было в седьмом году, в Манеже, называлось «Свет миру». И он мне говорит, будешь делать выставку. Я говорю, слушай, батюшка, я не знаю, что такое выставка вообще. Говорит, у тебя 10 дней. Ну, и за 10 дней пришлось там всех поднять на ноги, что-то сделать. И вот я ему жаловался. Говорю, знаешь, вот у меня проблемы там. Он говорит, слушай, это тебе случайно в руки не попало. Это история России, это история православия, история Афона. К сожалению, говорит, на сегодняшний день, возможно, это никому не нужно. Но придет время, когда это надо будет. Так что ты держись, смиряйся и терпи. Легко уйти, а трудно остаться. Это твой крест. Слава Богу, вот на сегодняшний день, вот уже здесь 18 или 16-го фотографии здесь уже выставлены, уже это отреставрированы, потому что то состояние стекол, которые они пошарфаны, все. Вот, например, вот эта фотография, которая в Санкт-Петербурге на выставке. Многие узнали своих прадедов. Это турецкая война. В этом нашем Свято-Пантелеон-Монастыре жило около двух с половиной тысячи монахов. У них было свое производство, печатницы, фотографии. Все они делали сами. На восстановление одной фотографии, по словам мастера, уходит не меньше недели. Благо, современные технологии позволяют до мельчайших подробностей прояснить изображение. Монахи в литейном цехе, в аптеке, обувной мастерской, заснеженной Афон и царской армии – все это отражают исторические фотографии. Свято-Пантелеон-Монастырь – один из двадцати правящих монастырей на Святой горе Афон. Считается русским, хотя по составу насильников к этому статусу приблизился в XIX веке. Находится в прямом подчинении Константинопольского патриархата. Настоящей сокровищницей монастыря является его библиотека, насчитывающей около 20 тысяч книг и рукописей. Обитель имеет подворье в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Стамбуле. На Одинцовской земле летописца Святой горы Афон, а именно так называют Костаса Асимиса журналисты, встречают советник губернатора Московской области по культуре Нормин Ширалеева и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Сама идея таких выставок, мне кажется, очень правильной, потому что администрация, понятно, административное здание с одной стороны, с другой, во-первых, это информирование и это, конечно же, просвещение. Где, если не здесь? Я, конечно, потрясена этими работами, потому что, видите, как получается, вот действительно, божий промысел, есть его работа, человека, которого допустили на Афон, а там же, мы понимаем, какие прозорливые люди, там просто так, это невозможно, значит, его допустили. И он нашел вот эту коллекцию старых дагеротипов, и мы видим архивы, это вообще уникальные свидетельства времени, это, в общем, исторические артефакты, документы. Вот как оно все, потому что, как говорят, кто верит в случайность, тот не верит в Бога, это вот тот самый случай, и вот совпало. И есть исторический контекст, мы можем посмотреть даже эти лица, посмотреть моряки, там, Турецкая война. И работы, они сочетают в себе художественную ценность, потому что он художник, бесспорно, и духовный. Сам Костас Васимис, он один из немногих фотохудожников, которым разрешено фотографировать на Афоне. Там в целом запрет на любую фотосъемку и видеосъемку. И вот Костасу повезло, он может фотографировать монастыри, пейзажи, монашескую жизнь, все те достопримечательности, которые есть на Святой Горе, на острове Афон. Мало кто был в этом святом месте, и мало кто видел это в повседневной жизни. Очень мало фотографий, очень мало информации, в принципе, о монашеской жизни, о тех красивых пейзажах, которые есть на Святой Земле. Поэтому мы совершенно открываем здесь двери для всех желающих, кто хочет посмотреть, прикоснуться к прекрасному, к этим прекрасным фотоработам. Хочу сказать большое спасибо, слова благодарности Нармине Шаралиеве, которая помогла нам найти Костаса и организовать, собственно, эту выставку здесь, в стенах администрации Одинцовского района. Подготовка к празднику, путь к отшельнику, пещера подвижника, монашество как путь к спасению души человека, фотовыставка о Святой Горе – это возможность рассказать об Афоне без лишних слов. Выставка открыта ежедневно, включая выходные. Приходите и открывайте для себя Афон, земной обитель Пресвятой Богородицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова